В прошлый раз еще раз всем добрый вечер. Мы в прошлый раз чуть-чуть не договорили про Рама и Бендауда. Давайте прочтем пару текстов, которые у меня здесь есть в связи с его книгой «Эмуна-Рама. Возвышенная вера». Один из фрагментов, который, я думал, будет нам полезно прочитать, это о высшем уровне пророчества. Во второй части, я напомню, что его книга «Эмуна-Рама» состоит из двух частей. Первая часть – это изложение некоторых философских понятий и концептов, которые он сопровождает набором стихов, предполагая, что эти стихи Писания говорят о том же самом, о чем говорит и философия. При этом это, конечно, своеобразный метод такой, он эти стихи не интерпретирует, а просто приводит какие-то фрагменты из Писания. Я полагаю, что читатель сам догадается, почему Писание говорит о том или ином концепте. А вторая часть, она посвящена уже большим вопросам, которые можно было бы назвать теологическими. Ну, в том числе и он заявил в самом начале книги, что книга будет посвящена проблеме свободы выбора и божественного всезнания, которое является как бы парадоксом. Если Бог все знает, то какая же свобода выбора? Если есть свобода выбора, значит, Бог чего-то не знает. И он действительно к этому вопросу приходит в конце концов и о нем тоже говорит, но этот вопрос от Людмит не занимает основное место в его книге. Во второй части он касается в том числе и вопроса о пророчестве. И говорит он, например, следующее. Души, достигшие третьего уровня пророчества, значительно различаются по своему рангу. Он говорит о нескольких уровнях пророчества. И вот есть третий, наиболее высокий уровень пророчества. И, значит, души, которые достигают этого уровня, среди них тоже есть некое ранжирование. Наличие божественного проведения, определяющего судьбы его создания, очевидно уже для всех тех, кто привык размышлять. Но поскольку таких мало, Бог в своей совершенной благости делает его проведение еще более очевидным, избирая в качестве опоры для него людей, отличающихся совершенным поведением и безупречной нравственностью, которые и становятся посредниками между Богом и его созданием. То есть божественное проведение, оно осуществляется через пророка. А пророк, в данном случае, вот этот пророк третьего уровня, это человек, отличающийся совершенным поведением и безупречной нравственностью. Вы видите, что ничего нет про интеллектуальное совершенство, а речь идет о совершенстве этическом, можно так сказать. Он возвышает такого человека до такого уровня, что тот получает силу, сравнимую с силами высших субстанций, которые оказывают на него влияние в момент пророчества. То есть мы видим, что пророчество у Авраама и Бундабуда – это, в общем, инспирация небесными силами какими-то, и человек получает какое-то невероятное паранормальное качество. И тогда он приобретает способность изменять нормальный ход существования Божьих созданий и обычные модусы их естества. И такой человек может сделать так, что один народ одержит победу множеством других, и он может навлечь смертно распространяющих ложь и воскресить из мертвых тех, кто придерживался истины веры, как это описывается в нашей традиции. Разум не имеет аргументов, которые могли бы опровергнуть или поставить под сомнение эти утверждения. Наоборот, он находит для них подтверждение и оправдание. Мы видим, что несмотря на то, что Авраама и Бандаут являются вроде бы аристотеликом, и должен был бы следовать концепции единения с активным интеллектом и интеллектуального совершенства, которое является, собственно говоря, основным качеством пророка, мы видим, что он описывает все-таки пророчество как некое чудесное явление, явление, выходящее за нормальный ход существования, как он говорит. Это человек, отличающийся совершенным поведением и нравственностью, обретает какие-то невероятные силы и возможности, которые помогают ему каким-то образом изменять действительность. И вот такого рода пророчество есть не что иное с его точки зрения как свидетельство о божественном проведении, потому что через этого пророка, собственно говоря, Бог осуществляет какие-то не связанные с причинно-следственными связями природных законов явления. Я этот фрагментик хотел, чтобы мы прочитали, для того, чтобы мы увидели контраст, когда будем говорить о теории пророчества Наймонида. Вот, пожалуйста, Аристоделик, и тем не менее у него вот нечто, что оказывается созвучно как раз, может быть, иуде Олеве, где Амр, Илай и Божественный Логос осеняет, так сказать, пророка. И дальше он говорит, что только совершенные и чистые души могут достичь такого уровня. Это совершенство, это чистота, иногда бывают заложены в человеке с самого начала его формирования. И нравственное совершенство тоже. Но все равно учение приносит огромную пользу, как и общение с добродетельными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok